Сейчас в данный момент живу спортом, на самом деле. Я давно уже не пою, хотя раньше выступал на всяких конкурсах, завоевал гран-при фестиваля «Трасса» в том году. Сейчас в основном спорт. И готовлюсь к поступлению в физкультурный университет города Москвы. Здравствуйте. Те, кто интересуется общественной, культурной и спортивной жизнью апатитов, наверняка узнали этого молодого человека. Евгений Дворок – один из основателей в городе адаптивного вида спорта под названием бочи. Это паралимпийский спорт для людей с разными степенями заболевания ДЦП. В апатитах он появился так. Лет 5 или 6 назад Женя учился в столице нашей родины. И там познакомился со старшим тренером России по бочи. В 2009 году Евгений принял участие в Кубке Москвы и занял первое место. С этого момента молодой человек решил, что этот спорт должен быть и в его родном городе. Ведь для тех, кто живет с диагнозом ДЦП, бочи – это не только возможность участия в соревнованиях разного уровня, не только стремление получить звание мастера спорта, а еще и доступный комплекс упражнений для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Идея собрать команду, причем не городскую, а областную, поддержали родные и знакомые Жени, в основном те люди, чьи близкие также живут с непростым диагнозом ДЦП, как и сам Евгений. Недавно наша команда вернулась с российского чемпионата по бочи, который проходил в Тульской области. Результаты не слишком высокие, но и для спортсменов, которые в основном тренируются в домашних условиях, вполне достойные. Евгений Дворок в своей классификации занял 12 место. Еще один участник чемпионата – апотечанин Василий Липаев, восьмой в своей группе. О том, что невозможное возможно, о том, как через множество трудностей и преград идти к намеченной цели, нам рассказали герои нашей программы, которые уже давно перестали надеяться на чью-то помощь. В Апатитах дела обстоят, будем говорить, удовлетворительно. Потому что есть ребята, которые играют в эту игру и достигли достаточно приличных результатов даже в рамках нашей страны. В Кировске дела обстоят намного хуже. Хотя мы считаем, что из Кировска у нас есть несколько игроков, но эти игроки только по прописке представляет город Кировск. У нас нет ни одного игрока-ДЦПшника из Кировска, который бы занимался этим видом спорта. В настоящий момент к участию во всероссийских соревнованиях готовы лишь несколько апатитских игроков. Благодаря упорному труду своих близких, которые помогают тренироваться в прямом смысле в домашних условиях. Ведь ни один из спортивных городских комплексов не оборудован таким образом, чтобы человек на инвалидной коляске смог бы беспрепятственно в него попасть. Относительно подходящим местом для занятий спортсмены называют спорткомплекс наука. Другая проблема транспортная, ведь до места тренировки еще нужно как-то доехать. Социальное такси в городе у нас есть, но в субботний воскресный день это такси выходное. Но еще есть одно большое «но». Чтобы попасть на тренировку, нужно, чтобы кто-то этого спортсмена-инвалида сопровождал. Помог сесть в машину, выйти из машины, подняться на эти три ступеньки. Чистой доступности спортсооружения сегодня в городе нет ни одного. У наших игроков в бочи нет даже своей формы, в которой они могли бы достойно представлять Мурманскую область. Но этот нюанс меркнет наряду с другими проблемами. Мама одного из спортсменов, Лия Липаева, чуть ли не со слезами на глазах рассказывала нам, как они с огромным трудом садились в поезд вместе с сыном-колясочником, чтобы отправиться на чемпионат России. И сколько предложений было, ведь даже программы писались о том, что не надо отдельного вагона, не надо отдельного купе. Там одно купе в одном поезде для инвалидов в два раза дороже, чем просто в плацкартном. Нам на плацкарт не найти денег, когда мы едем, не говоря о том, что мы поедем в этом купе. А еще спортсменам с диагнозом ДЦП не помешала бы помощь профессиональных тренеров, которые бы проводили инструктаж и поддерживали командный дух. Такого участия в своей судьбе ребята пока не заметили. Однако с большой благодарностью отозвались о волонтерах, которые работают на базе Кольского медицинского колледжа. Между апатитским обществом инвалидов и этим учреждением существует договор о социальном партнерстве. И, как выяснилось, между активистами и героями нашей программы уже давно сложились дружеские отношения. Вообще у меня давно волонтер Сергей Кучанский, не то что волонтер, уже друг, можно сказать. С самого начала, как организовалась волонтерская служба, просто Николай Александрович пришел в Кольский медицинский колледж и сказал, кто хочет помогать, давайте как-то составим документ, на основании которого ваши студенты будут помогать инвалидам. Есть такая государственная программа «Доступная среда». Началась она еще в 2011 году, а уже к 2015 году должна завершиться. За это время нужно освоить колоссальную сумму денег, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше, во всех смыслах. А недавно президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал создать все условия в регионах страны для спортивного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Так сказать, разделить ответственность между регионами, муниципалитетами и федерацией паралимпийцев. Вы знаете, на каждого чиновника Путина не поставишь. Вот, например, яркий пример. В соцзащиту сделан изумительный пандус. Но по этому пандусу не подняться. Дело все в том, что у нас в стране нет таких кордиционных центров, которые бы разбирались, что необходимо инвалидам. Иногда тратятся большие деньги. Я не спорю, что деньги выделяются. Они тратятся. Но они тратятся не по уму, бестолково. Говорят, что наша жизнь состоит из мелочей. В рамках государственной, региональной или даже муниципальной программы грамотно установленный пандус – это мелочь. А для людей, которые ежедневно преодолевают препятствия, это большая радость. Тем более, что россияне не избалованы благами цивилизации, если сравнивать нас с другими государствами. К сентябрю 2014 года в Апатитах планируют современный спортивный комплекс, первый в области, который, как обещают, будет отвечать всем новым требованиям и стандартам. Кроме того, он станет доступным и людям, которые не могут самостоятельно ходить. Если все сделают по уму, а не как обычно, то, возможно, так оно и будет. Аукцион «Свет надежды» Аукцион «Свет надежды» – благотворительная акция в рамках марафона «Добрые города Мурманской области». Его участники – люди с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них талантлив и уникален. Мы продолжаем знакомиться с теми, кто, вопреки всему, не утратил оптимизма и воли к жизни. Ну, в общем, я увлеклась бисероплетением. Посмотрела в интернете и решила попробовать, что из этого получится. 80% информации человек получает с помощью зрения. Тем, кто почти ничего не видит, приходится приспосабливаться к окружающему миру. И когда слабовидящие люди выполняют кропотливую работу, вышивают, плетут из бисера и так далее, то это вызывает огромное уважение. Это не часть профессии, да, это просто, ну, как хобби, что ли, удовольствие, в общем. Свои цветы из бисера Анжела плетет практически на ощупь. Заниматься кропотливой работой очень непросто. Много времени и сил отнимает это творческое занятие. Конечно, освоить более сложную технику практически невозможно по состоянию здоровья. Так же, как невозможно устроиться на работу. Ведь людей с ограниченными возможностями почти нигде не ждут. Ну, допустим, хорошее зрение, то это, естественно, без проблем бы. Работал и все. А если когда не видишь, ну, как говорится, дальше своего носа, то, конечно, очень тяжело. Ну, а с другой стороны, куда дебаться? Я, во-первых, уже привыкла с таким зрением, поэтому... Ну, если лучше не становится, так, как говорится, ну, привыкаешь к тому, что есть. Смириться с судьбой пришлось и еще одной участнице аукциона, которая также состоит в Апатитском обществе слепых. Антонина Хвостова когда-то участвовала в строительстве жилфонда Кировской Апатитов. Плохое зрение у женщины было с детства. Но когда близорукость усилилась, она была вынуждена уйти на пенсию. Вместе с сыном, у которого также есть инвалидность, они пытаются выживать, как могут. Средства, вырученные на аукционе, думают потратить на бытовую технику, которая могла бы помочь в хозяйстве. Потеряв работу, Антонина Петровна пыталась и вышивать, и вязать крючком. С каждым годом это становилось все труднее. Сейчас женщина приспособилась делать различные бумажные экспозиции. На каждую работу уходят долгие месяцы. Мне вот это полегче. А сейчас я решила этот букет сделать. Называется букет невестки. Антонина Петровна признается, что над букетом невесты придется работать не менее полугода. Ведь вырезать тонкие лепестки почти не видя, что ты делаешь, очень уж тяжело. Однако не труднее, чем самостоятельно пройти по городу или отправиться куда-то по делам. Ну а как? Я сама вот считаю, выживаю все свои домашние эти проблемы. Вот куда-то идти. Для меня это проблема. Ночью, например, утром за номерком, вот как говорят, мне тяжело дойти. Во-первых, еще и нога не держит. Вот эти проблемы, ну кто это? Это когда человек больной, рядом со мной вы находитесь, конечно, вы понимаете меня. А когда люди, ну как вот в Москве бежишь, здрасте, никто никого даже здрасте не говорят там. То есть люди сами по себе. Творчество – неотъемлемая часть жизни тех, кто входит в общество слепых. Все, что сделано с таким большим трудом, выставляется на различных конкурсах. А 25 апреля эти работы наряду с другими должны уйти с молотка. Возможно, собранные средства сделают жизнь этих людей хоть немного легче. В заключении хотелось бы вернуться к нашим спортсменам, игрокам в бочи и людям, которые помогают им справляться с трудностями. Говоря о своих проблемах, они даже не знали, с чего начать. Самое удивительное, что они не пытаются вызвать жалость, что-то потребовать, ударив кулаком по столу, или призвать кого-то к совести. Так уж получилось, и приходится жить дальше. Ну, что делать? Понимаете, можно, есть, наверное, из нашей жизни есть два выхода. Жить и радоваться, а второй – сидеть и плакать. Ну, плакали, конечно, плакали. Ходили с разборками по медучреждениям, ругались, кричали, нервы мотали себе, врачам. А потом понимаешь, что это глухая стена, в которую не потому, что все такие идиоты и все такие безжалостные. Потому что система наша такая. Ну, чем нам могут помочь? Помогать они привыкли себе сами и ждут таких же единомышленников. К примеру, Евгений Дворок, мастер спорта по адаптивным видам спорта, собирается окончить высшеучебное заведение и стать тренером. Молодой человек оставил свой номер телефона для того, чтобы те, кто имеет диагноз ДЦП, обращались к нему лично и вступали в команду игроков в бочи, чтобы на чемпионате России было больше наших участников. Что же касается благотворительного аукциона «Свет надежды», напоминаю, что он состоится 25 апреля в Апатитском Дворце культуры, в 18 часов. Организаторы ждут всех неравнодушных жителей и гостей города. Я же буду ждать ваших сообщений на страничке Народного телевидения «Хибины». Пишите мне, если вам нужна помощь. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok